В первой части нашей передачи «Жизнь сегодня» говорим о талантливых и изобретательных людях, о тех, кто всё время что-то придумывает. Именно для таких людей организуется большая вселатвийская выставка под названием «Минокс-2018» на этот раз. И заявки на участие в выставке принимаются со всех регионов. У нас в студии сегодня член правления общества изобретателей Латвии. Есть в нашей стране такое общество замечательное – Римис Вайтко. Здравствуйте, Римис. Здравствуйте, здравствуйте. Телефоны прямого эфира в студии 67200-232. Звоните, уважаемые телезрители, и рассказывайте нам, возможно, и остальным телезрителям, чем же Латвия может гордиться в плане изобретений. А может быть, и хвастайтесь своими изобретениями. Вообще, я когда читаю вот это словосочетание «латвийское общество изобретателей» – это уже звучит вот как-то страшно любопытно. И сразу хочется начать задавать вопросы. Давайте уже этим и займёмся. Вот вообще само название выставки «Минокс», ведь оно в нём самом уже заложено отчасти историей изобретений нашей страны, вернее, выходцев, изобретателей нашей страны. Правильно? Вот расскажите поподробнее. Вы в вашем телевидении, в третьем канале, то есть, ну, я говорю просто телевидение, был хороший сюжет, который разъяснил рождение вот этого «Минокс». Но я вкратце вам поясню. Ещё в 30-х годах прошлого века изобретатель, талантливый, из Латвии, ЦАПС, его фамилия, он придумал маленький фотоаппарат, который он предусмотрел, что им можно будет пользоваться, скажем, ну, те, скажем, те участники, которые могут дать какую-то пользу для своего государства. Ну, иными словами, разведчики. И вот он, этот аппарат, сделал полностью все чертежи и всё, но здесь, в Латвии, никто в этот момент не захотел этим заняться. И поймите, это было секретное такое предприятие. И он, значит, с родителями переехал в Эстонию, и там хотел тоже, чтобы кто-то начал производить. Но не нашёл. Но тем временем поменялась, как бы, ситуация здесь, в Латвии. И он приехал на завод ВЭФ, который перед войной был, ну, будем говорить, такой своего рода флагманом по радиоделам. И он вот, директор этого завода, убедил, доказал, что это нужная вещь. И он был автором вот этого названия «Минокс». И в связи с тем, что мы организуем каждый год одну выставку, мы выбрали вот эту дату, когда он подписал договор с ВЭФом. Это 6 октября. Но так как в этом году 6 октября у нас, как вы знаете, выборы, мы перенесли на 12-е, на 13 октября. Да. И это не будет местного характера выставка, но это будет международная выставка, уже третья. Потому что мы общей сложности сейчас провели в нашем государстве 7 выставок общей численностью, но 3 из них уже международные. И в этом году будет довольно шикарные, ну, как бы, географические вещи к нам. Компания будет шикарная. Да, да, расскажите поподробнее. То есть мы в этом году делали два шага. Один, во-первых, мы вышли из округа Риги. Если до сих пор мы в основном искали наших изобретателей вот вокруг Риги, ну, в регионах, но не особенно, то в этом году мы уже придумали региональные выставки перед этой большой выставкой. И вот уже в марте месяце прошла выставка «Минок с курзами» в Лепое. Там участие приняли, ну, где-то человек 15-20. Потом в мае месяце была региональная выставка в Долгопилсе «Минок с Латголы». Там уже было участников более чем 50. Ну, и теперь, кроме того, что вся Латвия, теперь еще и другие страны подключатся. Какие? Вот очень интересно. Ну, вот могу сказать, что точно известно, что из Пакистана будет к нам, из Индии будет к нам, из Египта будут изобретатели, из Мексики, из Германии. Мы хотим помочь одной очень успешной изобретательнице, которая была участницей буквально полмесяца назад в Южной Корее, где наша одна латвийская участница, тоже изобретатель Силвия Заки, она тоже участвовала в Южной Корее со своими изобретениями, и там они познакомились. И вот эта из Шри-Ланки хочет к нам попасть, но у нее проблемы с спонсорами, ведь авиабилеты и все остальное. И она обратилась к нашим организаторам. А оргкомитет – это является Общество изобретателей Латвии, Общество «Коннект Латвии» и Академия наук. В лице вице-президента Андрея Красникова. И вот она обратилась к этим представителям с просьбой, что она хочет к нам попасть. Посмотрим, как у них там дальше проведется дела. Но мы очень заинтересованы, чтобы она приехала. Она имеет очень интересные новые изобретения, связанные с агрокультурой. И тут может быть какое-то сотрудничество с Латвийским сельскохозяйственным университетом. То есть, ну, посмотрим, как это вылится впредь. По поводу нашей выставки, еще по зональной выставке, могу сказать, что можно еще заполнить анкету в нашей странице, которая называется minox.lv. И там есть, ну, разъяснение нашей выставки, все остальное. И там можно заполнить еще заявку на участие в зональной выставке Minox Zemgale, которая будет 8 сентября. Еще до 31 августа принимается заявка. Заявки принимаются... Заполнить можно там же страниц. В электронном виде. В электронном виде. Но нам уже не терпится поговорить вообще об изобретателях. В Латвии, насколько много изобретателей? И вообще, кто они? Кто эти люди? Сейчас скажу такую вещь. Если мы задумаемся, то за исключением того, что предлагает природа, все то, что человек знает и чем пользуется, это оставленные поколениями изобретения. Ваше платье, моя рубашка, носки, обувь, стул, студия, все камеры, это все изобретения. Другими словами, можно сказать так, что общество развивается на основе изобретений. И вот это побудило и нас собраться в такое общество изобретателей. И, ну, это было 10 лет тому назад уже. И на сегодня нужно сказать, что это движение развивалось очень сильно. И если посчитать тех авторов, которые участвовали в региональных выставках и которые приедут еще, то число огромное. Для маленькой Латвии это огромное. Ну, приблизительно. Это десятки. Нет, нет, нет. Сейчас уже мы можем считать где-то более чем 200. Так что изобретатели набирают силу. И знаете, чем наша выставка интересна? Мы не претендуем на какой-то курс выставки, то есть на какой-то диапазон. Мы претендуем на всех тех людей, тех гаражных механиков, тех школьников, тех домохозяек. Ну, бабушек, дедушек, которые имеют какую-то свою идею. То есть такое народное изобретательство. Народное, да. И знаете, наша цель, если так честно сказать, мы хотим найти то изобретение Латвии, которое было бы сопоставимо с финской Нокией. Все мы ищем нашу Нокию. Да, нашу Нокию мы ищем. И тут, ну, появляется эта возможность в этих выставках, во-первых, этим людям прийти, показать свои идеи. Мы не претендуем, не спрашиваем ему ни возраст, ни пол, ничего. Ну, возраст, тем не менее, извините, вот все-таки я перебью, очень интересно. Примерно со скольки до скольки лет у нас изобретателя? Ну, самый молодой, самый старый? Самый старый конец, это немножко старше меня, я 76, значит, ну, где-то за 80. Это тоже очень хороший изобретатель, у него очень хороший проект, но дело в том, что он придумал определитель здоровья коровьего молока при одном маленьком приборчике. Туда наливается это молоко, и этот приборчик определяет, не больно это молоко или здорово. И когда я увидел его изобретение, я ему говорю, слушай, а может быть, это стоит показать все-таки врачам? Женщины тоже имеют молоко, и мы решим очень хорошую... Он говорит, а я не задумался насчет этого. Вот один из примеров, иногда автор придумывает идею, но в ту сторону как-то не идет развитие, а вдруг появляется другой путь, и он развивается. Римис, может быть, еще пару каких-то конкретных примеров изобретений, которые вас поразили? Ну, много таких сразу я не скажу, но что я могу сказать? Латвийские изобретатели уже сегодня попали, так сказать, на всемирный рынок. Вот, например, председатель нашего общества, я думаю, что вы слышали его фамилию, Аудис Эглайс. Это бывший, ну, спортсмен, который занимается парусным спортом. И вот он придумал парусную яхту на подводных крыльях. И сегодня его проект уже изготовленный. Первый экземпляр, который показал великолепные результаты. И сразу же заинтересовались строители яхт из Дании и из Эстонии. Я не могу вам точно сказать, на каком этапе сейчас это, но я понимаю, что там уже развивается, потому что, как он сам нам показал, спрос таких яхт со всего мира очень большой. Именно этого класса, который он там придумал. Еще один пример. Например, наш тоже известный изобретатель, профессор Ари Видвудлапса. Он придумывает разные механизмы, разные материалы для строительства. И вот очередное изобретение его было складные жилые домики для фамилии отдельных. То есть частные домики сделаны из железобетонного каркаса. И он тут в Латвии предлагал разным производственникам, может быть, кто-то хотят. И вдруг появились представители из Китая. И сейчас в Харбине завод работает и производит эти дома. И там уже строят, и там живут китайские семьи. То есть это опять же такой пример, что нашей стране, к сожалению, не нужны изобретения, получается? Знаете, так нельзя сказать. Ведь я не сторонник такого. Изобретения нужны, но рынок слишком, наверное, у нас маленький. Я думаю, что изобретать может любой. Если вы откроете нашу страничку, там есть в одной части история одной американской домохозяйки, которая придумала ручную машину мойки посуды. Сегодня мы знаем посудомоющую машину. Ручная мойка посуды – это женщина. И эта женщина в течение двух лет стала миллионером, потому что она запатентовала свое изобретение и продала одной компании, которая стала производить вот эти машины. Это было в 1887 году. Так что вы видите, как развивается. Но где самая трудная часть изобретений – это коммерциализация. То есть пока он от модели доходит до продукта. Вот в этом месте очень часто бывает, что инвесторы ищут хорошие идеи, но они еще не верят, что эта идея будет… А что надо, чтобы они поверили? Ну, надо уметь продать идею. А сколько таких изобретателей бросают свое дело, опускают руки? Тот же Вальтер Цапп, не сразу же он… Наши участники нашего общества очень часто говорят, ох, наше общество, могла бы она помочь нам с деньгами, чтобы мы сделали первую модель. И тогда предложить вот этому. Это наша мечта нашего общества. Уже мы на этом пути работаем. Потому что те изобретения, которые вошли в коммерциализацию, они потихоньку несут в наше общество какие-то небольшие средства. И мы эти средства стараемся уже, ну, по нашему усмотрению, предложить вот какому-то автору, чтобы он сделал маленький миниатюрный там модель. Спасибо вам большое, Римис, что вы пришли к нам в гости. Мы очень рады с вами познакомиться. Вообще замечательная, интересная тема, которую очень хочется еще продолжить в нашем эфире. Обо всем мы не успели поговорить. К сожалению, время вышло, но это значит, что мы еще раз обязательно здесь встретимся. Приглашаю вас тоже на выставку. Большое спасибо. Мы напомним телезрителям, кстати, 12 и 13 октября пройдет эта выставка. И как участников Андрей нас с тобой приглашает. Да. Готовимся, Настя, готовимся. Но мы можем выступить только с проектом «Жизнь в городе». А почему бы и нет? Подумаем над этим предложением. Вы знаете, сейчас насчет таких проектов очень много. Спасибо большое. У нас в студии сегодня был член правления общества изобретателей Латвии Римис Вайткус.